Всем привет! Я собралась на фотосет. Буду сегодня сниматься в ночи. Тьма, будут звезды, какие-то красивые огни ночного города. Вот, я очень надеюсь, будет круто. Прикол сейчас расскажу. Значит, я еще до того, как приготовилась и накрасилась, я села на диванчик и говорю Джону. Он сейчас приехал, такой весь уставший. Джон, я говорю, иду на фотосет вечером, так что забери Сашеньку с русской школы. А я, значит, поеду. Я договорилась, поэтому ты посиди, Сашенька, заодно. Будешь усатым няням, посидишь. Вот куда ни вопрос, конечно. И потом через некоторое время до него доходит. И он такой говорит, так, стоп, 8 часов? Что ты будешь делать 8 часов в центре города? Он анализирует. И, короче, такой говорит, ну, я так понимаю, что он немножко заревновал. Еще, ну, когда он меня уже увидел в таком амплуа, он, наверное, еще больше заревновал. Но, увы, что поделаешь. Ну, ладно, он, говорит, отпустил меня, все в порядке. Просто для него была такая перезагрузка. Почему именно 8 часов? Почему ночью? Почему в темноте и все такое? 8 часов. Почему такое время? А потому что скоро сядет солнышко, и нам надо темное время суток, чтобы сделать вот эти вот лампы. Вот, как тогда на той фотосессии с Джоном. И помимо этих ламп мы еще будем ловить городские огни, там, где будут красивые всякие там витрины, там огни, какие-то фонари. И фотограф, кстати, из группы CLT Shooters, мы с ним там еще давным-давно познакомились, два года назад. Его зовут Нейтан. Вот, и он даже видео делает для музыкальных исполнителей. Смотрите, как красиво закат и наш скайлайн. Uptown Charlotte. Так называется центр города. Uptown. В некоторых штатах называют downtown. Но в нашем случае Uptown. Что такое CLT Shooters? Это группа фотографов, которые делают прикольные собрания фотографов. Вы можете прийти со своей камерой и в приятной атмосфере со своими друзьями чему-то новому научиться. Поэтому нужны модели. Я тут как тут, и они меня заметили, и потом начали приглашать опять на эти сборища. Так я познакомилась большинство со своими фотографами и стала моделью. Но эта группа не обучающая. Это группа для тех, кто уже умеет фоткать, но нуждается в дополнительной поддержке. Может быть, каким-то советом. Те, кто уже хотят набить руку, им нужна практика. Благодаря таким сборам фотографы друг друга узнают, коннектятся, спрашивают, где кто работает. Может быть, узнают какие-то новые секретики, новые инновации, технику, вспышки. Тематика иногда бывает, конечно. Там, допустим, был какой-то у них сбор, когда нужно было одеться в хэллоуин-костюмы. Но это обычно все casual, обычно все, что вы хотите. Я, например, на свой первый фотосет пришла в костюме женщины-кошки, кожаном, с кнутом. Это была просто бомба, фурор. И, конечно же, с тех пор меня заметили. Я вообще люблю что-то неординарное. Локации постоянно разные, и надо куда-то ехать. Я не всегда соглашаюсь, потому что уже есть платные фотосеты. А то, повторюсь, бесплатно с обоих сторон. Но если вы готовы потратить весь день или часть своего дня, вас никто не держит, конечно. Вы можете уйти, но для хорошего результата надо хотя бы 3 часа. Если вам не жалко пожертвовать своим днем, то вы можете прийти спокойненько пофоткаться и познакомиться с множеством классных фотографов. Но бывает и не совсем классных. Предупреждаю сразу, если они только учатся, бывают такие не очень хорошие кадры, что вы будете не очень довольны. Но опять-таки их там много, поэтому есть шанс, что кто-то классный сделает вам. Фотосета, кто-то нет. Ну и если вы все-таки решитесь посвятить этому день, то как минимум 5 фотографов, а бывает и 10, вам скинут разные фотки. Вы можете даже брать пару вещей, чтобы переодеться, потом сделать несколько разных фотосессий. Прикольно? Вот это облом. Лампы отключены сегодня. А вот фото несколько дней назад. Вот это да. Теперь придется искать что-то другое в городе, там, где есть огни. Очень людно в центре города сегодня. Просто толпы людей. Это очередь мороженое. Айс-кри. У Нейтана есть еще пару идей с локациями, поэтому идем дальше. Этот райончик называется Плаза Мидвуд. Очень популярное место среди молодежи. Будем снимать в этом цветном туннеле. На фото он получается как градиент. Уходит с одного цвета в другой. Плюс у Нейтана есть лампы. Сейчас это очень популярная тема. Трипод. Трипод. Да, извините. С помощью пульта можно менять цвета даже в процессе съемки. Ну что, включаем музыку и устраиваем дискотеку прямо в туннеле? Поезд. Товарищи приезжают. Прям такой злачный местечко. I like it. Отсняли пару фоточек в туннеле, но очень сложно фоткать, потому что много людей проходит там. А теперь я узнаю, что оказывается Нейтан переезжает в мой район, в Балантайн. Он живет в пяти минутах от меня. I'm like three, four minutes away from like... Everything? Yeah, pretty much, yeah. I like Ballantyne, because there is so many stores, movie theaters. Yeah, it's perfect. Раньше все эти здания были фабриками, а теперь тут построили магазины и всякие рестораны. Лофт очень популярный в Америке. Здания не разрушают, а просто переделывают под нужный стиль. А сейчас мы на третьей локации. Это витрина магазина одежды. Мы будем ее использовать как часть нашего фона, плюс лампы. Я даже не могу просто тут стоять. Постоянно кто-то сигналит. Мимо меня проезжающие машины не могут смириться с моей красотой. Ну, серьезно, вот пока я шла на фотосет, мне бибикали почти все, кричали что-то, ну, хорошее. Ну, может быть и не сильно хорошее, но и неплохое. В общем, я звезда. Здесь, конечно, попроще одеваются, но просто все сияет у меня. Хотя сейчас пятница ночь и считается самый как бы клубный день. Очень много людей сегодня. Я просто не ожидала, насколько у нас Шарлотт просто вне вируса вообще. Тут столько толпы людей. Очень классно. Мы сейчас отснимем пару эпизодов в очках с вот этим вот лайт. И, скорее всего, разойдемся, потому что основной свет, который был в идее, не включили сегодня. Нету сегодня этого лайта. Поэтому фоткать особо нечего. К сожалению, бывают и такие просак. У Нейтана есть несколько пар очков. И мы будем снимать фото с отражением в очках. Обратите внимание на отражение в очках. Видите? Сердечко и молния. Ну что, поехали? Вообще, эти лампы мне всегда напоминают меч джедая из Звездных войн. Вот было бы круто такую фотосессию замутить. Видите? 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 Это шумит городской поезд, скоростной, а вернее шлагбаум, который перекрывает дорогу во время движения поезда и машины не могут проехать. Помимо фото, мы будем делать еще и видео. Вот мое платье во всей красе. Мне удивительно, что никто не может пройти мимо. Ооо, давайте посмотрим. Я получил это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уже вернулась, хороший был фотосет, очень быстро все сделали, а теперь меня ждет бургер, который Джон приготовил на гриле. Все в американских традициях. Муж, хозяюшка ждет жену, готовит. Сейчас вам покажу, как он вкусно пахнет, не передать. Так, Сашка, покажи, как надо придавить. А потом съесть надо. Можно еще разрезать на две части. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok